Всем привет, ребята! Рад видеть вас на моем канале. Скорее подписывайтесь, если вы вдруг по каким-то причинам на меня еще не подписаны, и вступайте в нашу дружную семью. И что ж, ребята, сегодня иконический момент, потому что мы буквально возвращаемся на, наверное, где-то больше даже года назад, и я снимаю обзор на премию Муз-ТВ. Да, ребята, много кто просил, и вот я наконец-то собрался и вернул эту рубрику с обзорами на премии Муз-ТВ на канал. Поэтому, пожалуйста, поддержите, опять же, это видео и напишите в комментариях, рады ли вы этому событию, потому что я на самом деле рад. Мне нравилось обозревать эти премии, особенно старые, потому что у меня такая ностальгия появилась. И, в общем, сегодня мы с вами максимально погрузимся в то самое время, потому что сегодня у нас на разборе премия Муз-ТВ 2007. Как говорится, вернул 2007 год, о котором многие так мечтают. И если будут какие-то проблемы с качеством, то извините, потому что что-то у меня камера в последнее время очень плохо себя чувствует. Поэтому, если захотите поддержать меня и помочь мне накопить на новую камеру, то в ссылке в описании есть вся информация. Ну, а мы начинаем. Муз-ТВ 2007 Я считаю, что это одна из самых лучших и крутых премий Муз-ТВ за все ее существование. Модные артисты, много живых номеров. И главное, зарубежные артисты, причем не один и даже не два. Практически половину эфирного времени занимали именно они, наши любимые Tokyo Hotel, про которых есть, кстати, видео на моем канале, поэтому переходите, пожалуйста, и смотрите его тоже. Кристина Агилера. Легенды двухтысячных, Пусика, Долс и множество других. Поэтому, думаю, что пора наконец-таки разбирать номера и номинации. И, боже мой, как же я по этому скучал. Год не снимал обзоров на премии Муз-ТВ, как будто все заново. Ну что ж, поехали. Церемония, как всегда, началась довольно-таки красочно. Она уже, в принципе, каждый год подразумевает какие-то интерлюди, вступления с какими-то странными периодическими номерами. Практически всегда, конечно, они выглядят не очень. Ну и вот в этом году открывали церемонию какие-то странные полуголые мужики в юбках с намеком на тропический стиль под дождем, бьющий по жестяным бочкам. Ну ладно, по барабану. Причем я сразу же заметил красоту сцены и вообще зала. Действительно, было все сделано со вкусом. От сцены был возведен такой некий подиум, но представлял он собой длинный бассейн с пиротехникой и подсветкой. И вообще, везде были натыканы дым машины, машины с пиротехниками и взрывами. Короче, подготовка была основательной. Я бы даже сказал, основательнее, чем в нынешнее время. Непонятно, правда, как эти мужики в юбках связаны с выступлением зверей, которое резко прервало сей действо. Но и то, и то было эпично. Так вот, первым музыкальным номером стала песня «Танцуй» группы «Звери». Культовой на тот момент группы. Песня с их третьего студийного альбома «Когда мы вместе никто не круче». Такая, знаете, легенькая поп-рок песенка. Я называю такие песни ронеточным стилем. Текст максимально простенький, что просто позволяет подрыгаться и поколбаситься под нее. Рома «Зверь» отчаянно пытался сделать так, чтобы его было слышно, но звук был настроен довольно-таки хреново. В принципе, ничего нового, но поэтому его, собственно, было слышно периодами. Но все же, когда ему удавалось хоть как-то пробиваться, голос звучал максимально глухо, и на передний план действительно выходили инструменты. В основном, кстати, гитары. Барабанщики тоже довольно-таки глуховато звучали. Конечно, это не было тем же легендарным открытием, как у «Тату», например, в прошлом году, но все было на уровне, и активность зала меня, как всегда, порадовала. Но поверьте, с тем, как они будут орать дальше, ничего не сравнится. После выступления на сцене появляется несменяемая, уже как родная мне Лера Кудрявцева, которая ведет эту премию с ее основания и образования уже пятый год подряд. Короче, звание ветерана Муз-ТВ без сомнения достается ей. Ну а проведут сегодняшнюю церемонию звезда Муз-ТВ Лера! А также новички в нашей лодке, а именно певец Сергей Лазарев, совсем еще молодой, только ушел из смеш, и уже сразу же попал на самую рейтинговую на тот момент премию в качестве ведущего. Неплохой такой карьерный рост. Замечательный шоумен, актер и певец Сергей Лазарев! Ну и наша ведущая на тот момент шоу о любви, неподражаемая кандидат в президенты в прозрачном платье, чуть прикрывающем нижнее белье, Ксения Анатольевна Собчак. Ксения Собчак! Прям кайфует от себя. Мимолетно здороваясь, они объявляют первую номинацию вечера «Прорыв года». И первая наша номинация «Прорыв года». Итак, номинант. Максим, Город 312 и Пелагея. Даже не знаю, кто же тут может победить. Группа 312, из песен которой я знаю только название группы, ни одной их песни я сейчас, например, не вспомню, только если что-то приблизительное вы мне напоете. Ну и вот они будут выступать также в дальнейшем, вот ту песню я более-менее как-то знаю, но в принципе по сравнению с той же самой Максим нет. Ну и также Пелагея, которая вообще к поп-музыке имеет мизерное отношение. Я люблю, в принципе, Пелагею, в детстве даже слушал некоторые ее песни, потому что она действительно классно переделывала вот эти вот руссконародные песни в современный манер. Где-то рэп читала, где-то битбоксила, но все равно тут реально сразу явно, кто будет победителем в этой номинации. Максим тогда просто со своим трудным возрастом, этим альбомом взорвала просто всю Россию. Ну и в итоге она вышла, как-то скомканно всех поблагодарила и убежала в зал. Наверное, зная, что это не единственная ее победа за этот вечер. Максим! Спасибо вам огромное! Спасибо за то, что вы вот такому молодому проекту даете возможность стоять на таких сценах. Это приятно и дорого. Спасибо! Ну и пока Собчак с Тимати торчат в своем загончике, они объявили следующий музыкальный номер. Группу А-Студио с их хитом «Еще люблю». Они, по-моему, до сих пор ее везде поют, на всех премиях и концертах. Ну что могу сказать, не узнал я Кэти Топурию блондинкой, не признал, подумал, что Клава Кока телепортировалась из нашего времени туда. Группу А-Студио же я лично никогда не слушал и не слушаю. Выступление фанерное от а до я, от начала и до конца. Плюс в телевизионной записи был наложен такой черно-белый эффект, причем только в куплетах, не знаю, что этим хотели подчеркнуть. Может, смену настроения песни, но немного странно, конечно, это выглядело. Глаз перестраиваться, честно, не успевал. Ну и не успел я совсем уснуть под песню А-Студио, как вдруг начал играть какой-то латино-клубно-стриптизно-дрыгательный трючок и на сцене появилась Виктория Дайнека. С песней я просто сразу от тебя уйду. Сразу говорю, это ремикс, не оригинал, но мне, кстати, ремикс нравится гораздо больше. Дайнека, насколько я знаю, вот буквально полтора, что ли, года-два назад выпустилась с фабрики звезд, победила, собственно, и начала работать активно с Игорем Матвиенко. И, на самом деле, было интересно, потому что в зале это присутствовала Алла Борисовна Пугачева, и она как бы Викторию Дайнека награждала и вообще была художественным руководителем. Даже интересно, как бы она вот реагировала на этот номер. Что еще хотелось бы подчеркнуть, это то, что зрители абсолютно не знали песню. То есть вообще никакого актива в зале не было. Что на тот момент довольно-таки показательно, потому что, когда залу реально нравится, он там дрыгается и бьется в конвульсиях. Здесь такого не было. Ну и, конечно же, просто ужасно бросающиеся в глаза прям такая лютая фанера тоже не добавляла ничего хорошего. Вика и танцует, и выгибается, и трясется, и вокал при этом ровный, идеальный и нежный. Даже дыхание-то особо никакого не слышно. Зато Собчак понравилось попкой перед камерой потрясти. Песня, кстати, самое то, именно под это, мне кажется. Так, я начинаю уставать. А у нас еще впереди столько всего. Дальше происходит какой-то маленький казус. Режиссер, ну вот почему-то никак не может переключить камеру на ведущих, которые уже где-то там, где-то уже минут пять просто болтают без остановки, а держат ракурс на темный зал. Видимо, это интереснее. Ну и опять же, это хорошо, потому что номинация «Лучший рингтон», которую сейчас будут объявлять, тоже не внушает ничего хорошего. Победила опять Максим. Максим, нежная! Я хотел бы поздравить Максим! И вот правда, номинация «Лучший рингтон». Вы реально можете представить ее сейчас? Вот мне сложно, потому что реально прошло уже целых там лет скука. 15 примерно, и, конечно, за это время поменялось очень многое. Появились сенсорные телефоны, кнопочные, мы уже практически все забыли. Хотя, мне кажется, это прекрасные были телефоны, которые вообще были неубиваемые, потому что сенсорные, мне кажется, стоит один раз на пол уронить, все, трындец. А эти можно было вообще и утопить, и, не знаю, на кафель уронить, и чтобы поезд их переехал. Все с ними будет прекрасно. Кстати, интересным фактом вам первый айфон, по-моему, вышел как раз таки в 2007 году, когда и была эта премия. Вот уже с этого примерно начинается вот эта вот эра технологий. Дальше происходит очередная подводка к номеру. Собчак прям видно и явно на нервах, потому что ее просят потянуть время, ибо сейчас должны выступать американские гости, а у них подготовка к номеру требует времени, знаете ли. И я-то думаю, может быть, будет живой звук, может быть, будут какие-то шикарные декорации, интересный номер. Ну и в итоге, спустя пять минут трепа с залом, Собчак объявляет, кого бы вы думали, The Pussycat Dolls. Абсолютной фанерой, без спецэффектов. И единственное, что там было, это хорошая хореография и полуголые, такие кукольные девочки. Насчет хореографии, это естественно, потому что на самом деле изначально группа была хореографическим коллективом. Причем где-то в течение чуть ли не десяти лет. И особой речи-то о каких-то песнях и музыке вообще не было. Ну а потом в группу приходит Николь Шерзингер, и все. Мне кажется, она реально одна из них более-менее нормально поет. Ну и, соответственно, больший акцент всегда был именно на ней. А остальные действительно выглядели подтанцовкой, потому что изначально так и задумывалось. Просто у продюсера группы удалось договориться с музыкальным лейблом, и он смог в итоге сделать из группы не просто танцевальный коллектив, а целую франшизу. Это было такое лирическое отступление. Если хотите, кстати, сделаю про, допустим, Коддолс отдельный выпуск. Поэтому пишите об этом в комментариях. Обязательно все читаю и прислушиваюсь. Поэтому все ваши мысли жду там. Ну, а про выступление кукол на сцене премиум из ТВ на самом деле могу сказать немного. Давайте сразу плюс. Хореография была хорошая. Декольте тоже. На этом все. Остальное очень скучное выступление. Во-первых, с залом взаимодействия было практически ноль. А когда оно все-таки было, зал хоть как-то оживал от легкой зомбации. Во-вторых, статичное фанерное пение, естественно, не дает никакой вот этой вот живости и искринки. Поэтому правда создается ощущение, что выступают какие-то куклы. Ни живые, ни настоящие. Ну и что уж говорить, уже даже операторы заскучали и прям во время выступления начали подсъем зрителей в зале и звездного портера. А это тоже о многом говорит. Сначала танцевали песню Баттонс, потом Николь, почему-то представив только себя, а остальная группа, как я и говорил, является просто приложением к ней. Объявляет себя Прасковьей. Но, кстати, на второй песне уже ожили многие. Мне, кстати, Wait a Minute зашла даже больше, чем Баттонс. Хотя именно он у них тогда был ведущий сингл. Ну и завершили они свою фанерную танцевальную постановку песней I Don't Need a Man. Тут публика уже совсем разошлась, наконец-то. Даже начала кричать и махать руками. Короче, под конец все-таки расшевелили толпу и за это им респект. Потом была какая-то тупая абсолютно фраза Сергея Лазарева, что у нас ничуть не хуже девушки. По-моему, замечательные девчонки, но я уверен, что у нас в России ничуть не хуже. Вы со мной согласны? Как будто в России реально настолько низкая самооценка, что надо постоянно ее повышать. Хотя, возможно, к сожалению, так и есть. Ну а вообще загоны насчет внешности, мне кажется, есть абсолютно везде, в любой стране, в любом обществе. Номинация «Лучший хип-хоп проект». В ней представлены Бандерас с их просто нетленочкой Коламбия Пикчерс, Серега и неожиданно Ёлка. Да, та самая, которая про Прованс пела, про воздушный шар, про грею счастья внутри. Вот это вот все, да. Я даже на самом деле не знал, что до Прованса она как-то вообще мелькала и вообще была маме бич. Объявлять победителя выходят два неизвестных мне Челика и наша несравненная Примадонна всея Руси Алла Борисовна Пугачева. В своем уникальнейшем наряде вечный черный балахон Пугачев. По-пугачевски. Сейчас, кстати, у нее на самом деле стиль поменялся. Она и блузочки начала неплохие носить, штанишки, наконец-то, они эти ужасные мини-юбки. Так, ладно, не будем уходить совсем какую-то даль. Вернемся от одежды Аллы Пугачевой и все-таки к номинации. Кто же победил? А победителями стала группа Бандерас. Бандерас! Большое спасибо каналу Муз-СВ за эту тарелку. Мы очень старались и спасибо вам за вашу поддержку. И опять же, это было абсолютно предсказуемо. Эта песня реально была везде. Вот везде. В тот год реально вообще из каждого ларька, потом еще, мне кажется, лет пять везде крутили ее. И мне кажется, что она и до сих пор то и осталась их визитной карточкой. Поэтому, в принципе, удивляться тут нечему. Далее вышли Токио с песней «Когда ты плачешь». Солист и фронтмен группу Ярослав Малый, видимо, являясь большим фанатом Филиппа Киркорова, спер у него пиджак. И начал завывание в микрофон. Помоги мне Помоги мне Песня вот реально чистый медляк. На школьную дискотеку самое то. Прям потанцевать, пообжиматься, поспать, например. Особенно в начале песни, когда солист пел томным низким голосом. Реально, вот прекрасная колыбельня. Помоги мне Ну и пока песня подходила к концу, а я медленно просыпался, Собчак вцепилась в Диму Билана, которая, видимо, либо под чем-то, либо она так больно въелась своими клешнями в него, что он впал в истерику. Я с Димой Биланом! Ну, припадок у человека случился. Ну, бывает. С кем, в конце концов, не бывает. Как же все-таки иронично, что именно он объявляет своего врага, друга Сергея Лазарева с песней «Фейк». Сергей, как я уже говорил, только выпорхнулся с Мэша, в общем-то, оторвался и устроил на сцене целый бурлес. Причем угодил всем мужикам, полуобнаженной женщины. С женщином Сереженька припас себя. У меня такое ощущение, что у него просто фетиш блеснуть голым торсом. Прям вот нравится ему это. Поэтому на песню можно было, в принципе, вообще забить. Тут и так для всех все преподнесено. Пел вживую, за что ему огромное спасибо. С подложкой, правда, на припеве, но это абсолютно нормально. Потому что у него была хореография. Я бы даже сказал, помощнее, чем у Пусика Доллс. И с танцевальным номером действительно лучше иметь какую-то поддержку. бэк-вокал для этого собственно и нужен. Чтобы все звучало объемнее. Уж тем более, когда у тебя все-таки, извините, при движении голос может как-то трястись, пропадать, и мы не слышали только о невздохе и охе. Это все, конечно же, очень помогает и делает картинку довольно-таки привлекательной и объемнее. Поэтому, конечно же, за это, опять же, тоже большой плюс. То есть, номер действительно был поставлен хорошо. Хороший режиссер, постановщик у Сережи просто работал тогда отлично. И мне кажется, до сих пор прекрасные танцевальные номера ему делает. Лучшим концертным шоу стало Золотой Граммофон. И мне вот интересно, а это вообще законно давать награды конкурентному каналу? Граммофон-то вроде как Первый канал вещает. Даже не знаю. Но в любом случае, я не считаю, что Золотой Граммофон на тот момент был лучшим концертным шоу. Камон! Именно премия Муз-ТВ как раз-таки в то время была абсолютно везде. И реально по праву носила имя главной музыкальной премии страны. А вот почему она таковой считается сейчас, как раз-таки мне уже не очень понятно. Дальше у нас целый набор. Скотт Сторч со своими музыкантами. Скотт Сторч и его новые звезды! Какие-то вообще странные рэперы вышли, покричали, слава богу, в живую в микрофон, помахали руками и крича Москоу свалили за кулисы. И дальше вышла какая-то тоже, к сожалению, совершенно неизвестная мне девушка и, опять же, к сожалению, под абсолютно явную фанеру, что даже плакать захотелось. Она, блин, даже микрофон не старалась ко рту подносить. Вот настолько лень. Зато надела юбку, если это вообще можно назвать юбкой. И оказывается, эту девушку зовут Джулия Кова. Ну, или лучше сказать, Юлька Ахонькова. И оказывается, она из России. Да еще и модель. Мисс Россия 2003. В общем, красавица раскрасавица. И тогда, на самом деле, абсолютно вообще становится понятно, почему она с фонограммой-то еле-еле звучала. Живем, мне кажется, лучше это вообще не просить, потому что страшно представить, что это будет. Дальше выходит прекрасная нежная Максим с песней Знаешь ли ты? Опять же, это ее, мне кажется, самая главная, самая узнаваемая песня из всех. Вот, недавно абсолютно она обрела какой-то новый виток, потому что, когда у Максим случилась эта ситуация с коронавирусом ужасная, эту песню реально возродили буквально. И очень жаль, конечно, что под такую, можно так сказать, иконическую песню был такой скучный номер. При этом, полнейшая фанера, просто вот, студийная, вообще не старалась. Неинтересный, опять же, номер. И опять эта черно-белая фишка непонятна для чего. «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла пасеком, не жалея ног сердца его теперь в твоих руках не потеряй его и не сломай...» Номинация «За вклад в музыку» или как она там называется? А, вот, «За вклад в развитие популярной музыки». Очень сомнительная номинация, потому что на нашей эстраде очень мало кто как из исполнителей, так и из продюсеров действительно вносят и вносили в нее что-то действительно новое и что-то необычное. Иначе бы это правда выходило на мировой рынок. А в основном это либо, как вы понимаете, дичайший примитив, либо, мягко говоря, вдохновение зарубежными артистами и их фишками. Но, допустим, что Филипп Киркоров действительно внес какую-то лепту в шоу-бизнес, по крайней мере, за Филиппа никогда не было стыдно в плане вокала. Он прекрасный вокалист и один из немногих, кто способен петь живьем. Это Филипп Киркоров. Благодарен вам за эти 20 с лишним лет возможности петь для вас. Ну и, конечно, его способность оставаться по сей день в тренде, несмотря на уже устоявшийся довольно в наших головах образ с перьями, тоже вызывает уважение. Поэтому, если рассматривать с этой точки зрения, Филипп действительно заслуживает эту тарелку. Но вот почему ему будут давать эту награду стабильно буквально чуть ли не каждый год в дальнейшем на этой премии, тут уже вопрос. Встала и ушла отсюда. Ну и так как Киркоров имеет прямое отношение к Евровидению, он объявляет Дмитрия колдуна с песней Work Your Magic, которой он и выступал на том самом Евровидении 2007 от Беларуси. Work Your Magic, I never wanna lose this feeling, I'm a little and I'm willing, yes, I'm willing. Что тут можно сказать? Фанера. Нравится мне все-таки все равно его вот этот вот голос с хрипотцой, прикольно звучит. Но песня реально не очень. Наверное, поэтому и занял шестое место. Петь он, в принципе, умеет, и все у него могло бы быть гораздо круче, но вот, к сожалению, и песня довольно слабая, и номер очень такой довольно-таки обычный, ничем не примечательный. Конечно, это все привело к тому, что даже в пятерку он, к сожалению, не вошел. Но все равно, с другой стороны, шестое место это очень тоже неплохой результат. Особенно, смотря на результаты на Евровидении это в последнее время. Дальше опять специальная номинация. Прям специальные номинации подряд у нас, видимо. Она посвящена сестрам Толмачевым за победу на детском Евровидении. Что-то выпи же, они такие радостные и пожелали поучаствовать во взрослом Евровидении и в итоге так-то и получилось. Но, к сожалению, там они заняли всего лишь седьмое место. Не победили. Хочется на взрослом в Евровидении. Лучший дуэт. Владимир Пресняков и Леонид Агутин аэропорта. Дискотека Авария и Жанна Фриске малинки-малинки. Тимати и Олекса когда ты рядом. Ну, блин, камон. Тут, в принципе, тоже-то все понятно, потому что малинки-малинки просто айконик и звучало тоже везде. Смотрите, какой 2007 год плодотворный и разнообразный по музыке. Там у нас были, значит, Бандерас с песней Columbia Pictures, а тут у нас малинки-малинки. Вечеринки, брюнетки и блондинки. Дискотека Авария с Жанной Фриске. В общем, побеждают Жанна Фриске и Дискотека Авария такие несутся радостные, потому что действительно песня звучала отовсюду и было понятно, что они, мне кажется, даже и не одну награду заберут и в дальнейшем еще раз удостоятся этой тарелочке. Ну и дальше выходит Black Star. Тимати в клубе. Тимати, видимо, уже обзавелся своими друзьями из Black Star, поэтому вывел всю свою мафию на сцену, включая, конечно же, полуголых девок. Ой, извините, Чикс. Зато Оле Бузовой нравится, а это главное. Леонид Агутин и Владимир Пресняков аэропорты. Кайфовые они, конечно, оба, прям вот причесаны то, что надо. Роковая нотка такая была, Жесняков пищал в своем стиле, в общем, такое иконическое, такое выступление двух легенд, двух легенд российского шоу-бизнеса. Лучший альбом. Дима Билан «Время река», «Город 312» вне зоны доступа, ну и Максим «Трудный возраст». Вот тут, конечно, был ожесточенный бой, мягко говоря, потому что и Дима Билан в том году уже после Евровизния уже признан всеми, просто такой принц поп-музыки. Король у нас Киркоров российской поп-музыки, а Билан принц, в общем, уже реально просто звучал отовсюду, его этот альбом тоже звучал везде, вот эти все хиты его, тот же самый с Евровидения «Never Let You Go», просто вообще все это звучало абсолютно везде. И та же самая Максим, о которой я уже говорил, с ее трудным возрастом, которая тоже просто отовсюду была, реально отовсюду, от нее нигде нельзя было скрыться. Но я думаю, что если бы Максим уже третий раз победила за церемонию, было бы жирненько, поэтому награду забирает Дима Билан, абсолютно заслуженно, просто вот и мой в этой номинации однозначно победитель тоже он. Дима Билан! Ну а дальше на сцену выплывает «Виагра», песни «Цветок и нож». Конечно же, фанера, это не обсуждается. И вышли наши исполнительницы такие в образах крестьянок, прям такие целомудренные девочки, вот как будто не «Виагра». «Виагра». И, насколько я понял, это последнее выступление в таком составе, ну или одно из последних, а именно Вера Брежнева как раз-таки в то время покидала коллектив, и, наверное, поэтому её так потрясывало в течение номера. Ну а дальше на сцену выходят представители R&B Бандерас, которые меня уже на самом деле за всю эту церемонию достали, потому что они были везде напиханы, и, наверное, такие вместе с Максим триумфаторы церемонии. Естественно, с песней Columbia Pictures. Что ж, могу сказать, что, слава богу, дабл-трек у рэперов был, то есть они читали рыбачок свой и речитатив поверх фанеры, а вот у певиц была полная фанера, полнейшая, чистейшая, вообще не слышно их было за ней, то есть просто вот открывали, молодцы, в принципе, чё бы и нет, вроде как голосистые девочки, по крайней мере, тёмненькая исполнительница, явно голосистая, но вот чё-то почему-то решили под фонограммку-то спеть. Хотя, опять же, номер-то наполовину живой, ведь пацаны читали вживую, поэтому странненько. Жаль, могли бы, опять же, дабл-треком это сделать, но вот чистейшая была фанера на припевах. Знаете, долго я наблюдал за Собчак и как она ведёт премию, и заметил такой момент, что ей, по-моему, абсолютно было похер на зрителей. То есть, ладно, если уж тебе похер это видно, зачем тогда, вот я не понимаю, ты орёшь в зал свои вопросы и просишь пошуметь, а потом забиваешь на это хер и травишь свои сомнительные шуточки. То есть, просто она, значит, берёт микрофон и, в общем-то, вот так, типа, «Покричите!» И дальше начинает, то есть, вообще, да, там, взброд, поорите, там, я, в общем-то, ради того, чтобы тут отстоять, получить деньги, в общем, работаю, мы как бы на вас абсолютно похрен. Такое средство достижения цели. Я вот, конечно, уважаю Собчак, действительно, но как-то это было странно. И вот постоянное вешение на тех же самых мужиков и крики в зал, чтобы Серёженька пришёл домой вовремя, звучат, как шутки КВН в наше время. То бишь, кринжово. Поделить Серёжу Лазарева, отдай мне его по-хорошему. Ну, а у нас новая номинация. Я уже, если честно, задолбался смотреть премию, под конец просто уже сил не было. Лучшее видео. Вышла номинацию объявлять малоприятная женщина, ну, извините, уж буду говорить честно, которая ещё и читать не совсем умеет. Может, перенервничала, не знаю, ну, сами судите. Счастья вам и любви. Итак, лучшее видео. Сейчас посмотрим дискотека «Авария». Итак, номинированы были «Виагра», «Цветок и нож», «Билан», «Невозможное, возможно», и «Дискотека Авария» и «Жанна Фриске», «Малинки, малинки». Кто бы вы думал победит? Конечно же, последние. Я просто уже реально смотрел и думаю, господи, я их уже видел, мне кажется, на сцене тысячу раз. А они ещё и выступать будут буквально прям вот следующим номером. Дальше выступала группа 312 с песней «Вне зоне доступа». Вот они наконец-таки вышли и, значит, появились. Я вспомнил хоть как они выглядят и вообще их материал. Опять же, я их не шейдю ни в коем случае, а просто говорю честно, как есть. То есть я реально не помнил ни как они выглядят, ни их музыку, ничего. Но вот вспомнил. В принципе, неплохо. То есть не ужасно. Я бы не сказал, что это какое-то позорище. К сожалению, я помню, видимо, позорище в основном. А вот нормальной более-менее песни и исполнителей нет. Ну а дальше пошла жаришка. На сцену вышли исполнители самой популярной песни 2007 года. Нет, вы не подумайте, я ни в коем случае даже не скромничаю. Реально, это чистый факт. Жанна Фриске и Дискотека Авария. Какая же песня, спросите вы меня. Даже не знаю. Малинки-малинки. Слышу впервые, да-да-да. Малинки-малинки, такие вечеринки. Зеленые тропинки, тихо и свежо. Малинки-малинки, длиннятки и блондинки. Сережки и малинки. Иди в факей, заряжай плосы. Я, конечно, понимаю, что все тогда отрывались под эту песню. И она была гимном всех школьных дискотек и пьянок. Но смотрю я на зал и его неистовую реально реакцию на всю эту пиротехнику и весь размах. Реально, с этой песней они уже победили два раза. И забрали целых две, блин, тарелки. И вот задаешься вопросом, реально, не слишком ли это? Из-за явно шуточной, несерьезной вообще от слова совсем песни. Вдобавок, при всей моей любви к Жанне Фриске, она даже не старалась скрывать то, что поет под фанеру. Поэтому даже нормального микрофона на сцене не было. Ну, а еще могу выделить реально такой очень смешной, милый момент. Она, правда, очень смешно бегала с гномиками по сцене, водила хороводы. В общем, говорю, детский садик вышел просто по полной программе. Правда, ясельная группа такая, ух, хороводы. Такая песня про малинки-малинки, вечеринки. В общем, вот, говорю, самое то. Дошкольный возраст прет. Но и при этом, бегая по всей сцене с гномиками, она каждый раз, мне кажется, боялась, в общем, не успеть к своему этому микрофону дурацкому добежать. И не спалиться под фонограмму. В общем, было ее жалко, потому что она все время носилась туда-сюда. Все время такая нервная, прибегала быстрее к микрофону. Ну, платье держа, в общем, реально, как-то это все выглядело очень, не знаю, скомканно, экспромтом явным и такое все какое-то очень криво-косослеплено. Ну и в конце номера дискотека «Авария» все-таки соизволили выйти на сцену. Так, для разнообразия. Почему-то вот, видимо, одна Жанна должна была отдуваться. Ну и завершили, как говорится, это все действие взрывом, от которого даже у меня в ушах зазвенело. Но зато я могу уверенно заявить, что «Малинки-малинки» — это главный номер вечера. Какая там Агилера, Токио-хотель, какие пусик и долс, когда есть Жанна и гномики. Ладно, ладно, это хотя бы было не пошло и типа мило. Поэтому ничего плохого на самом деле я не увидел. Просто решил немного постебаться. Не воспринимайте всерьез, пожалуйста. Дальше на сцену выходит ныне запрещенный, как я узнал из интервью его бывшей жены Татьяны Лазаревой, телеведущий Михаил Шац. И спортсменка Лисану Тяшева. Кстати, она сейчас так изменилась, прям реально совсем не узнать. Причем она и сейчас отлично выглядит, но просто реально, если так сравнить, как будто два разных человека. Ну и если колдун, который представлял Евровидение от Беларуси выступил, то, конечно же, представители от России просто обязаны были присутствовать на этой премии. Поэтому встречайте нашу с вами любимую группу Серебро. Мою, по крайней мере, точно. Я от них реально фанател. Где-то, наверное, лет пять-шесть. То есть, правда, вот слушал их активно. Даже немножечко стыдно. Был даже на их концерте. Выходит, они с песней Song No. 1. Фанера полнейшая. Но номер классный. То есть, Евровиденский номер полностью повторили. И даже лучше. То есть, они даже полностью станцевали хореографию. То есть, если на Евровидении у них был совсем маленький кусочек вставкой этого танцевального моментика, то здесь он такой был полноценный от А до Я, как в клипе. За что тоже плюсик. То есть, как-то было интереснее смотреть. Под середину трека вот эту вот фанерную мешанину надоело слушать. И это все разбавилось вот таким вот танцем. Что, опять же, немножечко меня взбодрило и действительно привлекло к экрану. Потому что там была и массовка активных танцоров, дофига сзади. То есть, реально основательный номер такой продуман уже был. На Евровидении, к сожалению, полноценного танцевального момента не было. Дальше была Земфира с песней «Сказка». Как бы она ненавидела премию Муз-ТВ, все равно она там периодически появляется, выступает, номинируется. Ну а где еще? Вот где еще? Какие у нас еще есть музыкальные премии, церемонии? Расскажите мне просто, чтобы я знал. «Золотой граммофон», купленный абсолютно, где Лена Север и Юркис выступают. Или премия РУ-ТВ. В принципе, то же самое. Там один руководитель. Вот и приходится выступать на премии Муз-ТВ, которая просто в тот момент реально была более-менее качественной и, наверное, лучшей в России. На экране окна Сказка с несчастливым концом Лучшая рок-группа Группа Звери! Лучшая поп-группа Фиа! Гра! Самое главное, что все любители нашей музыки являются также нашей огромной семьей. Спасибо вам огромное за все. Ну вот мы и приближаемся к жарким завершающим выступлениям. Одно из них выступление Димы Билана с песней «Номбер-1 фэн», которая была полностью под фонограмму, просто реально вся. «Бэйби, you should go with me, cause I can be the one you need». Ну а остальные песни были живьем. «Невозможное возможно» вживую. «Задай с ума, любимца, дай мне осторожно». И «Never let you go» тоже вживую. Он там прокатился, значит, по этому подиуму все-таки, в конце концов его задействовали. Значит, все были, опять же, в шоке, рады, принимали. Уже на тот момент, я говорю, он был таким на уровне реально, наверное, второй после Пугачёвы даже замахнусь. Ну, правда, его просто обожали тогда все, потому что он принёс России, значит, серебро. И вот уже в следующем году, получается, принесёт первое место, единственный кто. Поэтому просто зажёг конкретно. Но вот почему он первую песню под фонеру спел, я так и не понял. Учитывая, что остальные реально были живьем. Лучшая исполнительница, одна из последних номинаций, победила Жанна Фриске. Жанна Фриске! На самом деле, прям так радостно эти мужики-дизайнеры обсосали её и обцеловали со всех сторон, что было даже мерзковато. Оказывается, это такие, знаете, дизайнеры-певцы в полицейской униформе. В общем, награждали её. Дизайнеры, они на самом деле от бога. Учитывая то, что они тогда одевали абсолютно всю нашу эстраду. И опять же, делая из этого вывод, становится понятно, что хреновые они дизайнеры. Что уж они там пели, я вообще боюсь представить. В номинации также была представлена Валерия, но она, в принципе, используется на премиях Муз-ТВ как пушечное мясо. Если вы не знали, я в прошлых обзорах уже, опять же, указывал. Она там везде была понапихана. Ну и когда она не побеждает почему-то. Реально, жаль её уже становится. Чего вы её всё пихаете-пихаете и не даёте ни одной награды. Ну и Юля Савичева. Не знаю. Не помню, чтобы у неё тогда были какие-то крупные хиты. Если только вот заставка для сериала эстетовского. Разве что. Поделись Серёжу Лазарева. Отдай мне его похороше. Ну и одно из главных выступлений этого вечера. Токио-хотель. Очень, конечно, неправильно они сделали, что поставили их перед Кристиной Агилерой. Надо было их поставить в самый конец, я считаю. Потому что реально ползала было заполнено и пришло именно на них. Ну и поскольку я очень хорошо теперь знаком с их творчеством, с их выступлениями, с тем, что они могут. Я вообще не был удивлён, что они спели под полную фанеру. Потому что и на других премиях у них либо был пререкорд, либо фонограмма. А жаль. Потому что вроде как они позиционируют себя как поп-рок-группу. То есть у них имеются живые инструменты, должны, по идее, иметься. Ну вот что-то смотрю я каждую премию, везде фонограмма. Обидно. Но зал орал пипец как. Просто очень мощно, очень громко. Перепонки ушные, я думаю, там лопнули у всех. Даже у тех, кто сам орал. Исполнили три песни, как Пусик и Долл, с каждому по три. И, в общем-то, почему-то у них не было песни про Мунсун. А жаль. Потому что она у меня после видео про них же, опять же, заела в голове окончательно. И просто, мне кажется, я ходил неделю после этого и пел эту песню. Но спели свои новые хиты. В 2007 году они были на плаву, как никогда. Излучали отовсюду. Вот эти все... Все копировали их стиль. Все старались подражать им. И, конечно, зал просто был в восторге. Но это был, блин, облом. Потому что после этого выходит Кристина Агилера. Точнее, сначала награждают Диму Билана, в общем-то, как лучшего исполнителя. Потом выходит Кристина Агилера. И тут, опять же, произошел такой тоже небольшой казусик. Потому что ползала свалило. Потому что, видимо, премия шла поздно. Насколько я знаю. Потому что, опять же, я был на этой премии там спустя лет 10 где-то. И могу сказать, что реально ушел оттуда где-то в час. То есть на тот момент, может быть, тоже так было. И реально весь зал унесся, видимо, домой. А Кристина Агилера пела для наполовину пустого зала. Очень, конечно, неправильно сделали. Потому что, понятное дело, что на премию тогда пришли тинейджеры. А тинейджеры пришли явно на Токио-хотель. И как бы нужно было их все-таки запихнуть в конец, я считаю. Потому что реально неприятно, когда реально такая мощная звезда выходит, выступает для зрителей. А в итоге остается из них только половина. Пела она шикарно. Я Кристина Агилеру обожаю. Слушаю. Она, наверное, войдет в мой топ из любимых исполнителей. В десятку точно. И просто кайфанул от ее выступления. И очень расстроен, что я вот так вот не побывал на этой премии. Потому что реально столько мощных зарубежных артистов. Мне кажется, те, кто там смог все-таки быть, реально везунчики. Спела три песни со своего нового альбома Back to Basic. И старую такую нетленочку Fighter. На Fighter я уже устала явно. Просто после той же самой Hurt. Потому что она сначала спела And No Other Man первый. Мощно очень, не такая вся полна сил. Дальше был Candyman. Был Hurt. Очень сложный. Очень такой лиричный. Очень такой, на самом деле, именно сложный по технике исполнения. Потому что там такие резкие довольно-таки перепады идут. Настроение, нот, использование разных фишек и разных техник исполнения, опять же. Поэтому после всего этого на Fighter уже была довольно-таки сильная усталость, мягко говоря. То есть она уже не пропевала полностью текст. Уже что-то и в зал кричала. Уже как-то и начала немножечко лажать в каких-то моментах. Уже где-то не использовала свой голос на полную мощь. То есть, получается, всё-таки надо было ей три песни исполнять и какую-то из этих вычеркнуть. Я бы, на самом деле, вычеркнул And No Other Man. Потому что она не была такой нетленочкой, как Candyman, Hurt и Fighter. Надо было вот их троих оставить. И тогда бы, я думаю, она как-то более-менее с Fighter бы справилась. Но я, как человек, который пел эту песню, знаю, как её петь. Понимаю, что даже Кристина Агилера с ней может налажать. Даже такой потрясающий вокалист. Потому что песня максимально сложная. Самая простая из них Candyman, как ни странно. Из них троих. Там только в одном месте ей надо было вот эту ноту тянуть. Но она с ней прекрасно справилась, потому что тогда ещё были силы. В конце всё, силы закончились. К сожалению. Но в любом случае, самый лучший номер, я считаю, этого вечера был именно у неё. Живой. Хореография. Постановка. Шикарная Агилера в форме. Худющая, красивая. Просто лучше некуда. Даже вспотела под конец. Отдавалась по полной. Ну и так, собственно, и закончилась церемония. Я считаю, что эта премия была самой мощной, мне кажется, за всё существование премии Муз-ТВ. Зажгла зал. Порвала всех и вся. И я, конечно же, просто был в шоке от такой реакции зрителей. Опять же, они показывали себя максимально крутыми. Максимально погружёнными в эту атмосферу. Максимально кайфующими от неё. Поэтому я действительно был впечатлён таким качеством церемонии. И куда это всё улетучило. Сейчас, извините, качество церемонии не сравнится с тем, которое было. Ни при каких условиях. Извините. Но вот правда так. Как бы они ни старались, у них что-то не получается. Даже новые технологии используют. Но не выходят. Не выходят до той планки. Не идут. Тогда, действительно, качество было. Более-менее. Конечно, была фанера в каких-то местах. Но всё-таки. Опять же, такие артисты, как Кристина Гилера, Токио Хотель. Не знаю, кто там ещё. Дим Билан. Спасали ситуацию явно. Но вот сейчас что-то совсем уже не то. Согласитесь. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы рады возрождению этой рубрики. Рубрики с обзорами на премиум УЗ-ТВ. Есть плейлист целый. Переходите. Надеюсь, вы не устали смотреть. Потому что я снимаю видео уже два часа в сумме. И подзадобался конкретно. Поэтому пойду я всё-таки уже наконец-то отдыхать. Мы с вами увидимся в новых видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И, конечно же, переходите на мой телеграм-канал. Я там с вами общаюсь. И на мою группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.